Здарова, дорогие друзья, с вами, как всегда, Дант, и сегодня у нас новое видео по Аризоне РП Сейнт Роуз, если что, все есть в описании, промокодик мой, айпишники. Сегодня в этом видео, друзья, мы с вами устроим одно мероприятие, которое называется «Угадай дом по фотографии». В принципе, я думаю, что из названия правила уже как бы понятны. Игроки и ютубер, которые будут участвовать в сегодняшнем видосе, должны будут угадать, где находится дом по моему скриншоту, и найти его, и, собственно, забрать этот дом себе во владение. Я надеюсь, друзья, что вы поддержите этот видос лайком своим, подпишитесь на мой канал, активность сейчас просто топовая, спасибо вам всем за это огромное. Также не забудьте, что у нас в этом ролике конкурс на джестер, итоги этого конкурса, так что досмотрите видео до конца, и приятного просмотра. Ну что, друзья, я уже зашел на Аризону, сейчас мы будем с вами проводить вот это вот мероприятие для игроков, и я специально не буду вам говорить, где находятся мои вот эти вот два дома. Чтобы вам было так же, как и игрокам, интересно, где находятся вот эти вот дома, поэтому я думаю, что все как бы понятненько. Давайте сейчас с вами напишем в вип-чат, кто хочет пройти МПшку плюс в чат. Так, друзья, сейчас я телепортировал девушку, спросил, есть ли у нее дискорд, она написала нету. Ну ладно. Короче, друзья, все, я позвонил уже нашему первому участнику, Эрнеста Прайс, здорово. Здорово всем. В принципе, Эрнеста сейчас должен будет найти дом, один из двух домов, который у меня есть, по скриншоту. По скриншоту я тебе сразу скажу, что скриншот достаточно трудный, то есть там не сразу можно определить, где этот дом находится. Так что все, в принципе, я тебе сейчас его скину. Вот такой вот скриншотик, и в принципе у тебя есть 10 минут до, получается, до Пайдея прям, и все, в принципе, погнали, я тебя спущу, выдам тебе тачку. Все, можешь начинать ехать, у тебя время пошло до, получается, 17.01, у тебя есть время, и как ты думаешь, где предположение твое, где находится этот домик? Мне кажется, это половина крита. Так, ну сейчас посмотрим, но тебе не только надо район как бы угадать, тебе нужно найти именно сам дом, то есть даже если ты угадаешь район, то там уже будет как бы тоже трудновато искать. Ну, мне кажется, это дом из прошлого видеоролика. Да? Ну, посмотрим, посмотрим. Сейчас глянем. Вообще, это дом до видео я поймал и продал там учел за 2,5 миллиона. Который был в том видосе, в прошлом видосе? Да, именно тот. Да. Понял, понял, понял. Ну, посмотрим, посмотрим. Я, в принципе, подготовился к сегодняшнему видосу, поэтому посмотрим, типа, найдешь ты или нет, правильно ли ты думаешь или нет. Если что, ты как бы, у тебя всего одна минута прошла, поэтому времени у тебя еще до хрена как бы есть, и, типа, можешь еще там покататься даже до другого вообще конца планеты доехать. Где-то здесь. Вот, это он. Да, это он. Ну, тебе, знаешь, что повезло? Тебе повезло то, что ты смотришь видосы. На самом деле, я его хотел продать, как бы, да, купить другой. Но я подумал, типа, блин, ну, вряд ли я попаду на чувака, который прям смотрит мои видосы и как бы шарит, где мой дом. Но тебе повезло, тебе повезло, поздравляю. Вот так вот быстренько ты прям раз и поймал домик. Все, спасибо, давай. Пока. Кстати, ребята, чуть не забыл конкурс на джестер, вот этот вот джестер Твин Турбо по комментариям из прошлого ролика, как и обещал. В принципе, побеждает вот этот вот такой вот рандомный комментатор. И я тебя с этим поздравляю. Отпишись мне в ВК, и тогда мы с тобой решим, как и где там я тебе отдам вот эту вот тачку. И, в принципе, красавчик. Ну что, ребята, второй наш участник Итан Винчестер. Здорово. Сейчас я тебе объясню правила сегодняшние. Короче говоря, смотри. Сейчас я тебе скину фотографию, точнее скриншот одного дома, который тебе нужно будет найти за 10 минут. Я тебе дам машину, чтобы ты до него доехал. И, в принципе, по фотографии нужно угадать там какой это дом. И если ты справишься за 10 минут, то все, дом твой. Я готов. Это Форд Карсен. Все. Вот такой вот. Окей. Ну, в принципе, что, понаблюдаем? Я, в принципе, типа, не стал бы так сразу уверен быть. Короче, у тебя 10 минут. Начинаются они прямо сейчас. В 17.10 как бы заканчивается наш таймер. И, в принципе, все так. Ну, во-первых, с чего ты взял, что это Форд Карсен? А из-за флажков. Из-за флажков, а они же не только там есть. Либо Форд Карсен, либо военный городок. Понял. Ну, смотри, тебе нужно будет проехать, как бы, вот эти вот места, да, где-то там думаешь, что это там домик стоит. Вот. И надо будет еще сам дом тоже найти. То есть не только район, как бы, да, угадать, но еще и сам дом. Поэтому тоже, как бы, посмотрим. Владелец. Ты будешь? Да, я владелец. Все хорошо. Ну, в принципе, смотри, 2,5 минуты у тебя уже прошло. Осталось 7,5. Прикинь, как тебе будет обидно, что если, да, ты угадал с Форд Карсеном, возможно, и если ты сейчас просто-напросто не найдешь этот дом. Не сильно обидно. Еще уже сфотку посмотрю. Давай. Ну, там прям такая, скриншот, конечно, такой, что прям трудно угадать именно, где он находится. Может, район-то, да, может быть, и понятно, но... Я нашел его. Флажок. Это шлифт. Эх, блин, на самом деле, я думал, это будет потяжелее как-то. Поздравляю! За 1 доллар ты получаешь этот дом. Вот. Я на самом деле думал реально, что, блин, так быстро вдвоем вы справились там еще с одним челом. Жестко. Ну, поздравляю. Я думал, что подольше вы будете искать, но нет. Ну, в принципе, все. Спасибо. Поздравляю тебя еще раз. Желаю тебе удачки. Все. Удачи тебе. Давай. До встречи. Ну, что, друзья, на связи у нас, как бы, очень знаменитый и популярный ютубер. Хьюго Ромеро с вами, друзья. Здорово, Хьюго Ромеро. И, в общем, друзья, сейчас это уже наш третий, получается, участник. Сейчас я ему скину дом, который будет потруднее найти, чем прошлые два, которые нашли, блин, за минуту. Ты готов? Готов. Я к вас облился, сука. Вот такой вот скрин я тебе скинул. Смотри, у тебя есть 10 минут, то есть, получается, 48 минут. И начинай. Все, я тебе сказал начинать, значит, время пошло. Изи дом, это ЛВ, бро. Это ЛВ возле... Давай. Это ЛВ возле... Блядь, как-то ехать-то, ебаный рот. Короче, это ЛВ возле этого, блядь. Возле автоцеха, понял? Как эта хуйня называется? Не думаю. Не думаю, чувак. Не думаю. Мне кажется, что я не был бы так прям оптимистичен. Понятно, что дом как бы снаружи можно определить. ЛВ это там, ЛС и так далее. Но я, на самом деле, когда взял этот дом, я сначала подумал, типа... Это где вообще? Вот так вот. Да. То есть, я как бы удивился, типа... Запутай меня, запутай меня еще сильнее. Я тебя сейчас путаю очень сильно, чувак. Да, ты еще пукаешь. На самом деле, ты уже дом проехал. Расскажи мне это, знаешь... Там мусорка стояла. Говнюк. Да это ЛВ, такие дома только в ЛВ, а ты, блядь, ты чё? Ну, это самый изичный дом, который только мог быть. Ты мне еще дом СиДжея, блядь, заскнили. Ни хрена, ни хрена, чувак, ни хрена. Ты ни хрена? Не-не-не. Но в каком городе этот дом, давай? Подсказку. Сам думай, сам думай. Нет, подсказки я пока не выдаю. Подожди, сколько у меня минут на поиске есть? У тебя еще 8 минут осталось. 8 минут у тебя осталось. Это мало. Это мало. Ну, с такими темпами, блядь, какие-то мой инферну, 120 километров, я, мне кажется, за 8 минут не успею доехать до дома чисто. Ну, мне тоже так кажется. Так. Ну, вот эти, короче, справа этот завод. И дом у нас находится... Сейчас сравниваем. Сука, это не тут, пидорас! Я знаю, где это! Это не тут! Давай-давай-давай-давай. Ты думал, что это здесь? В этом муравейнике? Да. Так, надо теперь примерно... Я понимаю, где это, но точно вот не могу сказать, потому что я не помню. Ну, это самый изичный дом. Ну, вот видишь, вот видишь. Поэтому это трудное место, и ты зря... Да нет, у тебя осталось 5 минут, мужик. 5 минут у тебя осталось. Легко. Сейчас найду за 5 минут. Ну, давай-давай-давай. Давай-давай. Покажи елки, пап. Да, не туда поехал, чувак. Не туда поехал. Да ладно, расскажи мне это. Не туда едешь. Это вообще, я тебе даю первую подсказку, это Лос-Антос. Да ладно, блядь, рассказывай. Ты чё, блядь, делаешь? Всё, теперь пешком побежал, блядь. Э, сука, ты охуел? У меня 5 минут осталось, какой пешком? Нельзя читерить. Изи. Давай, вот он, блядь, второй стоит. Ты чё? Давай-давай, давай. Ну-ка, покажи. Да возьми меня на понт сто раз. Ты сейчас дом продашь, блядь, в гос. Вот, твой дом. Блин, а я, кстати, думал, что это не он. Я сказал, ты изи, ёпта, ты чё. Ну, сначала, да, я первый раз перепутал. Я думал, что вон, короче, завод, завод, автозавод. А вот это дом тот. Потому что там такие же дома стоят. Но я когда приехал, я понял, что они там, ну, как-то по-другому расположены. Не так, как я представлялся. И понял сразу, что это здесь. Ну что, друзья, так вот, в принципе, легко сегодня у наших участников, у ютубера, у двух игроков получилось найти их дома. На самом деле, я вообще не мог ожидать, что настолько быстро игроки будут находить эти дома. Возможно, они реально были такими вот лёгкими. Но если что, друзья, пишите в комментарии свои дома, которые вы считаете, что их прям очень-очень трудно найти. Пишите их местоположение. И, возможно, возможно, друзья, если вы покажете хорошую активность, если будет лайков много, я пойму, что видео вам понравилось. То мы с вами снимем продолжение, вторую часть вот этого вот видоса. Если, естественно, вам понравится, и вы поддержите этот видеоролик. Ну а вам, ребята, спасибо всем огромное за просмотр, за вашу активность, которую вы показываете под моими роликами. Спасибо за подписки, спасибо за подписки на Инстаграм. Всем желаю, друзья, удачи. С вами был, как всегда, Данте. Всем пока-пока.